В Джобари продолжаются позиционные бои. По террористам наносятся упреждающие удары. Сегодня мы направляемся на передовую линию и фиксируем то, что несут с собой террористы. Здесь я снимал эвакуацию танка, и каждый поворот в этом смертельном лабиринте хранит свою историю. Мы идем по пути продвижения солдат. За каждую комнату здесь шли бои. Я уже привык к этим нагромождениям битого кирпича, останков домов и чего-то быта. До того, как боевики вошли в этот район, здесь проживало около 100 тысяч человек. Сегодня они остались без домов и вынуждены были бежать отсюда, чтобы не стать жертвами расправ. Продолжение следует... Несмотря на наличие траншеи, здесь все равно надо пригибаться, так как снайпера из глубины джобера ведут обстрелы улицы. Продолжение следует... Это запасной туннель, который готовили боевики в сторону Замальки. Они не успели его сделать. Когда бойцы сирийско-арабской армии сюда прибыли, здесь был один невольник. Сейчас выясняют, это пленный солдат или просто кто-то из мирных жителей. Он был крайне истощен. В общем, боевики используют рабский труд для сооружения своих туннелей. И что потом происходит с этими невольниками, пока неизвестно. Скорее всего, убивают. Когда мы очистили этот дом, то уничтожили здесь восемь боевиков. Во время досмотра дома мы обнаружили эту яму, искрещенного человека в ней. Он был болен и сообщил нам, что был солдатом сирийско-арабской армии. И его захватили в плен. Заставили копать этот тоннель. Мы ворвались сюда и уничтожили восемь боевиков. Потом обнаружили здесь пленного солдата. Боевики заставляли его копать в тоннель в Замальку. Он был сильно истощен и болен. Мы сразу отправили его в больницу. Мы все равно настигнем всех террористов на нашей земле. Это импровизированный госпиталь боевиков. В 15 метрах отсюда помирал с голоду пленник. А здесь террористы лечили своих бойцов. Врач, который лечил бандитов, видимо, совершенно забыл о клятве Гиппократа и не старался оказать помощь пленнику. Этот тоннель через дорогу был выкопан боевиками. Сейчас его используют солдаты сирийско-арабской армии. Этот подземный ход использовали в вооруженной группировке для перехода боевиков и транспортировки оружия. Когда мы взяли этот проход, мы убили здесь троих террористов и освободили четырех гражданских. Их использовали как рабов для речи от тоннелей и подкопов. В конце тоннеля нужно быть осторожным, так как надо подняться над уровнем земли и быстро влезть в подвал. В этих подвалах у боевиков были сроны с оружием. Вот в этих баках. Это здание еще не достроено. Их топанные пластиковые баки были отличным способом спрятать оружие и боеприпасы, так как боевики скрытно скапливались в Джобари и потом нанесли удар в спину народным ополченцам. Эти балки переброшены через траншеи в пять метров и переходить по ним опасно, так как снайперы со стороны замальки постоянно ведут обстрел. Мы идем в обход. Мы идем в обход через подвал. Здесь бойцы сирийско-арабской армии держат позиции, что называется «лицом к лицу». Пять метров до здания, где закрепились боевики. Он хочет... Субтитры делал DimaTorzok Это следы пребывания бандитов в этом здании Мы поднялись наверх в многоэтажке Отсюда открывается вид на Замальку, которая пока находится под контролем боевиков Сейчас здесь опасно маячить с камерой, так как этот дом простреливается снайперами боевиков Дорога загромождена сожженными прицепами от грузовиков Так боевики блокировали автостраду Позже с расстоянием из боевики на большой скорости проносятся прямо перед позициями силийских солдат Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Григорий Несторов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...